Спешка, плохое самочувствие или невнимательность порой могут поставить жирную точку в романе под названием «Жизнь». О происшествиях недели в программе КГБ «Калейдоскоп городских будней». Меня зовут Гюльшан Джафарова. Здравствуйте. Борьба с наркотиками продолжается. На этот раз полицейские задержали помощника машиниста электропоезда. Он хранил около 3 килограммов гашиша. В конце 2014 года правоохранители задержали ранее несудимого мужчину. При себе у молодого человека находилось около 3 килограммов гашиша и около 2 граммов кокаина. После проведения экспертизы было установлено, что гашиш был пропитан специальным раствором, схожим по составу с курительными смесями. На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители перекрыли канал поставки амфетамина из Великого Новгорода в Кирижске, район Ленинградской области. Мужчина был задержан после проведения проверочной закупки. В результате которой он продал около 5 граммов амфетамина. Еще около 150 граммов было обнаружено в его автомобиле. В квартире мужчины этого вещества было еще больше. Полицейские изъяли еще более 3 килограммов амфетамина. Он был упакован в пачки из-под цикория. В Петербурге продолжают сносить незаконные торговые объекты. На этот раз под раздачу попал мини-рынок на станции метро Удельная. 15 июля там начался снос нелегального торгового центра под открытым небом. Мини-рынок состоит из 24 торговых павильонов, объединенных общей крышей. В свое время его построили малоизвестные предприниматели, не имевшие разрешения на строительство и бизнес-активность в этом месте. Работы на объекте начались с небольшого конфликта. Несмотря на предварительное согласование работ с хозяевами рынка, рабочие встретили небольшое сопротивление со стороны продавцов. Опасность стоится почти за каждым углом. Будьте внимательнее и осторожнее. До свидания.